Ты захват крепко держишь? Ну крепко держи. Плохо, молодчина. Никакой агрессии. На этих тренировках учат не нападать, а обороняться в экстремальных случаях. Познать боевое искусство с каждым годом в спортивные секции приходит все больше желающих. Это одна из самых сильнейших школ самбо в крае. Находится она в Новороссийске. У многих этих еще совсем юных мальчишек за спиной уже многолетний спортивный стаж. И у каждого свои цели. Я хочу быть справедливым, мудрым, а не каким-то там, не знаю, разглядяемым, каждого слабого трогать. Тут обретаешь много друзей, командный дух, терпение, самообладание. Самбо развивает ловкость, которая может сильно помогать в жизни, самозащита. В спортивной борьбе на татаме мальчикам ничуть не уступают на первый взгляд совсем хрупкие девчонки. Раньше в школе Ульяну Провоторову одноклассники считали слабой. Но все исправило всего несколько занятий по самбо. Я сразу боевая девчонка, потому что если мне сделать какую-то там травму, я все равно встану за кулаки и встану. Буду дальше бороться. На самом деле самбо только называется боевым видом искусства. На практике это самозащита без оружия. Уже с 1 сентября дисциплина появится почти в 150 школах Кубани. В расписание самбо заменит третий урок физкультуры. Сегодня детали этого эксперимента Вениамин Кондратьев обсудил с краевыми министрами спорта и образования. На закупку нового оборудования и переквалификацию школьных учителей в этом году в регионе планируют выделить 20 миллионов рублей. Любой спорт – это философия в первую очередь. А философия – это очень важно для духа бойца, потому что сперва нужно победить духом, а потом нужно победить физически. И я считаю, что самбо как раз отвечает этим требованиям. Но, к сожалению, секции самбо и тренера по самбо в крае подчас днем с огнем не найдешь. Вот это неправильно. То есть вот эти виды спорта, которые сегодня, они почему-то оказались дефицитными. И тем не менее они востребованы. Если эксперимент пройдет успешно, то я думаю, что мы эту практику распространим на все школы нашего края. Это максимально доступный, дешевый вид спорта. Уж точно коврами мы обеспечим все спортивные секции, спортивные клубы и школы. И бери, занимайся. Это очень важно, чтобы дать возможность мальчишкам, активным мальчишкам. На Кубани очень активные ребята, волевые, чтобы они свою энергию выбрасывали на ковре. Сегодня у нас есть и преподавательский состав, который пройдет повышение квалификации. Да, это две недели, это 72 часа. 155 человек – это учителя физкультуры с навыками борьбы. У нас есть методические рекомендации. У нас есть возможность за каникулярный период до 1 сентября внести это все в учебные планы и программы. И запустить проект в 150 школах. Проект «Самбо в школу» стал всероссийским. Исконно-русский вид спорта хотят внедрить во все общеобразовательные учреждения. Подобная практика уже есть в других странах. В Японии, например, на уроках физкультуры преподают дзюдо. В Америке – борьбу. К реализации идеи вести самбо в школьную программу Краснодарский край приступил одним из первых. И это не случайно. По мнению спортсменов, в регионе очень развиты традиции этого вида единоборства. И одна из самых сильнейших школ самбо. Я полностью поддерживаю эту инициативу. И очень рад, что Краснодар является первооткрывателем в этом. Надеюсь, что и дальше наши школы по всей России будут водиться единоборством. Потому что это очень правильно и очень хорошее дело. В профессиональном самбо схватка длится не больше пяти минут. Баллы во время соревнований присуждаются за броски и удержание противника. Досрочная победа может быть присуждена за болевой прием. Но в школах ничему подобному учить не будут. Никто не станет заставлять делать бросок с прогибом или мельницу. На уроках по самбо детям разъяснят, как правильно падать и освобождаться от захватов. Расскажут об истории этого вида спорта. Причем полезно это должно быть даже тем, кто дополнительно занимается в секциях. Это как к репетитору ходить. Сейчас это модно стало. Раньше так это было редко. А сейчас ЕГЭ сдавать, это все ходят к репетиторам. Также и здесь, если он занимается борьбой. И, допустим, еще дополнительно ему будут преподавать в школе. Он будет дополнительно какие-то нюансы для себя подчеркивать. Может, он на тренировке в общей массе тренер может быть дает одну программу. Там тренер будет давать другую программу. И он будет как раз, у него будет разнообразие. Он будет подчеркивать какие-то для себя моменты, которые ему пригодятся. Но цель проекта – это не воспитание суперспортсмена за школьную программу. Упор сделают на философию и культуру самбо. Занятие этим видом спорта формирует у человека твердый характер, выносливость и уверенность в себе. А самое главное – прививает любовь к родине. В этом самбо – это, в первую очередь, идет воспитательный процесс. Это вид спорта, который мобилизует и который воспитывает детей в правильном русле. Многие из наших спортсменов, которые занимались самбо, потом становятся довольно-таки сильными и предпринимателями, и руководителями госучреждений, и руководителями предприятий, и людьми, которые организовывают довольно-таки солидный бизнес в России. И это во всей России, во всех городах есть такая тенденция. Стать спортсменом, политиком, инженером или бизнесменом каждый школьник в будущем, конечно, решит для себя сам. Во всех кубанских школах новый урок появится уже в 2021 году. Эксперты уверены, что новая дисциплина позволит создать сильную краевую команду по самбо для российских и мировых чемпионатов. Мария Крошная, Юлия Кишинева, Александр Брыксин и Эдуард Тараканов. Кубань, 24, Краснодар.